здравствуйте так меня слышно хорошо здравствуйте спасибо что все пришли очень рад здесь видеть столько народу и давайте собственно приступим вот если я лазер показываю так видно отлично хорошо и давайте для начала просто чтобы в принципе въехать во все это давайте просто посравниваем луну и землю вот здесь я нарисовал в правильных размерах вот да здесь я нарисовал в правильных размерах но вот расстояние неправильно если один космический аппарат отлетит и сфотографирует и получится уже что-то вот такое вот вот то есть на самом деле очень сложно их сравнивать в одинаковом масштабе подходить правильном масштабе поэтому мы с вами будем сравнивать их все-таки растянуто и приближено чтобы было что-то видно и давайте так сразу посмотрим какая первая очевидная бросающаяся в глаза разница может быть здесь да нет атмосферы нет воды на луне и действительно если мы посмотрим на луну атмосферы почти нет вот это вот вот это вот какая-то пыль то есть эта фотография там за луной солнце где-то соответственно вот вот это вот все-таки какая-то но атмосфера ее иногда называют экзосферой потому что ну все-таки она разреженная ну давайте посмотрим насколько именно разрежено вот если между планетами где действительно нет никто не говорит что есть атмосфера у нас пять частиц на кубический сантиметр то у на луне вокруг луны летает в среднем 100 частиц на кубический сантиметр это в общем ну получается в 20 раз больше это очень много но если сравнить землей земной атмосферой то я предпосмотрел называется квинтильон много но все равно тем не менее какая-то атмосфера есть но да естественно говорит что у луны какая обширная атмосфера какие реки какие моря от нельзя и еще одна разница важная которая бросается тоже в глаза это на луне много кратеров на самом деле две вещи напрямую связано то есть вот кратеры действительно много и как это связано с тем что на луне нет морей может сказать ну смотрите если бы были моря вот допустим вот у нас бы здесь было море так вот здесь было бы море она бы естественно все эти кратеры за там не знаю сто лет размыло бы очень быстро и ничего бы не было ладно хорошо давайте теперь уже пойдем по сложнее вещи и давайте поговорим о составе как отличается по составу земля и луна и вот я здесь написал два основных типа элементов которых мы сейчас будем говорить вот если взять просто филиппе таблицу менделеева и не получая химическое образование попробовать составить свою таблицу элементов то допустим имея как я геологическое образование то что можно получить можно получиться элементы вот разделить на 2 элементами группы и одна будет который встречается в виде чистых металлов там железо платина но все все видят все обычно видят такие вещи в чистом виде и вторая группа это литофильные это то что из чего состоят камни вот если взять там не знаю какой-нибудь гранит какой-нибудь базальт сделать химический анализ вот этого там будет добра больше всего и давайте посмотрим что землей и луной вот справа земля слева луна и вот у земли есть ядро большое которое состоит из сидорофильных элементов ну то есть у нас ядро железное соответственно это чистые металлы и есть тоже довольно большая обширная каменная мантия ну и кора тоже каменная но кора маленькая ее когда почитываешь целиком состав всей земли очень можно не учитывать но смотрите на луне у нас очень маленькое ядро и большая мантия собственно то есть ну не у нас очень мало железа очень мало платье но очень мало в принципе любых сидорофильных элементов по сравнению с землей и почему кто может сказать вот сейчас будем разбираться смотрите если еще провести вторую классификацию элементов тоже еще более мудреную чем чем предыдущие точнее еще более странную и не имеющие отношения к химии ну в общем в целом ладно в целом классификация по температурам кипения у нас есть тугоплавки элементы это те которые не кипят вообще никогда почти ну ладно тоже кипят но просто при высоких температурах и есть средне летучие сильно летучие элементы и суть в том что на луне у нас присутствует только ну то есть очень много тугоплавких элементов то есть вот там алюминия кальция титана урана золото там тоже побольше будет и вот этих мало средне летучих то есть одну условно обычных элементов а совсем летучих но то что мы говорили нет атмосферы нет океана их вообще почти нет и вот и с чем это все связано да а с чем это все связано есть основная из моделей образования луны это образование в ходе столкновения земли вот там все-таки лучше видно да столкновение земли с другой планетой поменьше и луна выбивает собственно луна выбивает земли какую-то другая планета выбивает земли луну но вот здесь показано моделирование как это может происходить то есть здесь собственно здесь наверно не все видите что никакой луны пока не образовалась но в конце стадии вот когда там цифра справа в правом углу это вот 8 до 8 доходит то есть в том месте у нас уже вокруг земли есть какой-то диск из какого-то вещества из этого потом должна слипнуться луна в общем принципе все нормально так вот куда получше спасибо вот так вот к моменту столкновения на земле уже было ядро и поэтому когда вторая планета прилетела и выбила она выбила внешние части только литофильные то есть у нас как я уже говорил на луне у нас мало литофильным железо и а к моменту столкновения железо уже было в ядро все сконцентрировано поэтому когда вторая планета выбила внешние части попали на луну только только литофильные ленты то есть не железо и 2 с летучими то же самое вот эта штука вся вот вот это такое столкновение двух планет как вы думаете там что нибудь нагрелась нагрелась соответственно все что могло улететь типа там летучих вот да она все что легко кипит то что могло улететь на улетела куда-нибудь подальше или осталось на земле хотя бы потому что земля потяжелее вот но нас есть этим проблемы и сейчас начнутся еще сложнее вещи но давайте разбираться потому что это самое интересное наверное вот эта теория которая вам рассказала на общем не идеально потому что она не все объясняет вот они объясняют вот этого ну точнее это она не должна объяснять это атомная физика она не объясняет того что с этой физикой происходит на луне вот здесь здесь да вы наверное Представляете, что у элементов есть разные изотопы, и вот, например, у кислорода стабильных изотопов три. То есть это один и тот же кислород химический, это один и тот же кислород. Им можно дышать, из него можно делать воду, им можно окислять сахар, и что угодно можно делать. То же самое, что с обычным кислородом. Но вот обычный кислород, у него 8 нейтронов в ядре, а у этого 9 нейтронов и 10 нейтронов. То есть он чуть-чуть потяжелее. Он такой же химический, но при этом сам атом чуть-чуть потяжелее. И к чему это приводит? К тому, что такие изотопы немножко по-разному реагируют, в принципе, вступают в химические реакции. Вот как вы думаете, какой из этих будет лучше реагировать с кем-нибудь? В принципе, в любой химической реакции, допустим, у нас, не знаю, есть вот тут банка с кислородом, тут банка с водородом. Мы их смешиваем и хотим, чтобы получилась вода. Только убежали, потому что будет взрыв. Вот в таком случае у нас, кто будет быстрее реагировать? Как думаете, легкий кислород или тяжелый? Да, легкий будет реагировать быстрее, просто потому что тяжелому тяжело двигаться. И все. И вот на этом все основано. То есть из-за небольших разниц в массах они немножко по-разному реагируют. И, соответственно, если происходит какая-то химическая реакция, то отношения изотопов могут немножко измениться. И все. Вот, собственно, пример. У нас из-за всего этого, вот у нас есть океан, из него испаряется вверх, куда-то может улететь далеко и надолго. Естественно, только легкий, тяжелым это сложнее сделать. Соответственно, у нас в облаках предпочтительно оказывается легкий кислород. А потом в ледники, вот из этих облаков, в ледники, там куда-нибудь с снегом выпадает только тяжелый наоборот. И потом, если у нас, допустим, какое-нибудь похолодание или еще что-нибудь, то у нас вот в ледниках оказывается весь тяжелый кислород. И таким образом он может разделяться. И идти в разные, ну, один кислород в одном месте, другой в другом. Так вот, к чему мы пришли. Вот тут есть графики, вот, в общем, этот график показывает изотопный состав. И вот все эти химические реакции, которые я вам объяснил, которые могут происходить, там, испарение, окисление, что угодно, они могут идти вот только вот с таким наклоном на этом графике. Так, то есть, давайте так дальше разбираться. Смотрите, вот есть линия, которая подписана здесь, TFL. Это линия, ну, линия, по которой проходят все химические реакции Земли. У нас просто из-за того, что у нас изотопы кислорода имеют, ну, то есть у них разность, разница в реакции определяется именно массой, а разница в массах, она постоянна, потому что у нас 16, 17, 18, и все. У нас все это проходит исключительно одинаковым образом. И при этом вот получается, видите, вот тут есть группа точечек одна, группа точечек другая, группа точечек третья. Вот они оказываются смещены, то есть несколько линий смещены друг относительно друга, и эти линии соответствуют разным небесным телам. У нас у каждого небесного тела получается уникальный изотопный состав кислорода. Мы можем взять любой камень, измерить просто вот соотношение, вот эти две величины, да, там, отношение 17 к 16 и 18 к 16, и понять этот камень с Марса, с Луны, с Земли или с Вестой. Вот это вот Веста, это астероид Веста. То есть, и что получается? Самое главное, вот видите, Луна, она попадает на линию, которая с Землей. То есть у Луны и Земли состав по кислороду одинаковый. И где тут проблема, скажете вы? Так, кто-нибудь скажет, где тут проблема? Хорошо, где эта проблема? Смотрите, в чем дело? Вот, в чем дело? Да, поехала. Вот когда происходило это, то есть у нас прилетела другая планета, соответственно, у другой планеты должен быть другой изотопный состав кислорода. Она должна отличаться как-то от нашей Земли. И вы представляете, вот чтобы случилось вот это вот, вот две планеты встретились и целиком смешались, а потом обратно разделились. Ну, то есть это сложно. То есть здесь в какой-то степени это смешение происходит. То есть видно, что это в какое-то время существует как одно целое. Но все равно, то есть вопрос, может ли кислород перемешаться между двумя планетами, а потом обратно разлететься на две другие планеты, ну, в смысле Землю и Луну, планету и спутник. То есть это вопрос, это проблема в этой теории. Но у нас есть другие теории. Давайте уже заканчивать с этим. Есть другие, собственно, варианты. И вот какие варианты есть? Есть, могла ли Луна прилететь, в принципе, из другого места? Ну, опять же, не могла, потому что у нас Луна имеет такой же состав кислорода, как Земля. Соответственно, она не может быть чем-то другим, отдельным. Соответственно, она, скорее всего, как-то с Землей напрямую связана. Может ли она, могла ли она случайно отделиться? Вот как раз это, оно объясняет всю химию, но при этом совершенно непонятно, как это могло произойти. Вообще. То есть вот, как бы, химия хорошо, а физика вообще ни в какую. И третий вариант, это могла ли она образоваться совместно с Землей. Ну, в принципе, тоже могла, почему нет? Но есть некоторые данные уже о том, что, ну, то есть, это нужно разбираться. Пока непонятно. И, ну, вот просто чтобы, вот я вам сейчас рассказывал, что непонятно, как она образовалась. Ну, то есть есть какая-то теория, но она не идеальна. Зато очень все хорошо понятно с тем, когда все это происходило. Вот у нас есть возраст Солнечной системы. Вот. 4 миллиарда 568 миллионов лет назад и еще 200 тысяч. И вот возраст Земли. Земля образовалась там на 11-15. Вот здесь тире — это не погрешности, здесь тире — это промежутки. Вы сами понимаете, наверное, что чтобы получилась планета, просто вот в космосе на ровном месте появилась планета, нужно время. И вот в случае с Землей это заняло 4 миллиона лет. И вот Луна. Она образовалась еще позже на 20 миллионов лет. То есть такие вещи зато мы знаем очень хорошо. И, ладно, давайте переходить, собственно, к геологии. Вот сейчас я с вами говорил больше о каких-то таких глобальных вещах. А теперь давайте, собственно, переходить к геологии. И вот, собственно, фотокарта Луны, но мы на нее не будем смотреть. Лучше просто посмотрите, чего стоит, вот чтобы изучать Луну, чтобы изучать геологию Луны, нужно брать образцы. Вот тут лежит камень. И чего стоит просто поднять камень? Не говоря же о том, чтобы прилететь к этому камню и потом еще на Землю его доставить. У тебя получится. Аминь. Аминь. Арх! В космическом скафандре совершенно неудобно заниматься такими вещами, для которых он предназначен, это еще учитывая, что скафандры не просто так белые, скафандры нельзя перегревать. Белые они, чтобы защищать от солнца, чтобы скафандры не перегревались. А он, соответственно, посидел коленом в пыли, в лунной, у него теперь колено будет черное и будет перегреваться. Естественно, в каких-то разумных пределах, но глобально, если всему испачкаться, можно попадать с проблемой. Например, был случай, когда американцы шесть раз летали, и в какой-то раз, по-моему, в третьей миссии они… что-то фонит… они… так… так лучше? Нет. Хорошо, ладно. Они полетели первый раз с луноходом, в смысле, не с луноходом, как это называется, а с лунным автомобилем, да. Луноходы – это у нас. И вот у этого лунного автомобиля не было крыльев, ну в смысле, как на велосипеде, чтобы брызги не были. И в итоге у них вот вся эта лунная пыль, она попадала на приборы на этом лунном автомобиле, и они перегревались и ломались. И они в итоге какую-то взяли карту, вот, да, вот полетели люди на Луну, и вот, ну, карта – это одно из самых главных, наверное, что у них может быть, кроме там двигателя на аппарате, чтобы домой прилететь. И они этой картой, собственно, вот ее скотчем примотали, чтобы… чтобы у них аппаратура не перегревалась, а то, что чернеет. Так вот, Луна. У нас есть фотокарта, на которую теперь мы все-таки будем смотреть. И что у нас есть на Луне? У нас на Луне есть, если говорить о геологии, то есть о том, что происходит на поверхности, ну, на какой-то глубине под поверхностью, но все-таки именно вот не в ядре, хотя ядром тоже геология занимается, но это более такая типичная олдскульная геология. Так вот, у нас есть темные моря, вот эти темные, и светлые материки. Давайте разбираться, из чего они состоят и как они образовались. вот типичная светлая материковая порода, из которой состоят в большинстве… ну, из такого типа пород состоят лунные материки, и такие породы называются лунные анартозиты. И давайте посмотрим на них под микроскопом лучше. Посмотрите, они состоят из вот каких-то больших отдельных кристаллов. Между ними, на самом деле, тоже должны быть большие кристаллы другие, точнее такие же большие кристаллы, но у них жить тяжело, там постоянно падают метеориты, поэтому, в принципе, в разных образцах бывает, что вот все передроблено, иногда под слово «совсем». Да, то есть вот эти караторы, и метеориты, соответственно, падают, соответственно, все это дробится, ломается, и поэтому породы так выглядят. Но, кстати, на Луну, вот такой вопрос, на Луну падают метеоритов больше, чем на Землю, или столько же? Больше, то даже меньше. Ну да, либо меньше, либо… ну то есть меньше, в смысле, если говорить о какой-то… если делить на какую-то единицу поверхности, то, скорее, столько же, но да, не больше. На Луну падают не больше, и действительно, почему должны на нее падать больше? Другое дело, что на Луну это все происходит гораздо дольше. Вот у нас есть даже, вот если сравнить сразу море и материк, вот видно, что здесь кратеров больше, а на море их гораздо меньше, только совсем маленькие какие-то есть. Это же не значит, что у нас на материк вот именно сюда падают больше кратеров, а туда нет. Все дело именно в возрасте и в том, сколько времени вот эта поверхность, она существует. И на этом даже основан метод, как вообще, в принципе, любые геологи, кроме земных, работают, потому что полететь… ну то есть как земные геологи работают? Едут в поле, берут вездеход или там лошадей, или вертолет, вот, и отбирают образцы, потом привозят в лабораторию, и разбираются. Ну, с Луной у нас чуть-чуть прокатило, получилось. Да, 12 человек слетали. Ну, в основном все-таки приходится работать с какими-то дистанционными штуками, то есть в первую очередь у геологов в первую очередь это фотографии, просто фотографии поверхности. А нужно как бы результатов что-то таких же, чтобы вы разыскали там историю Луны, историю Марса, Венеры, чего угодно. И вот, даже есть метод, который позволяет определять возраст по плотности кратеров. Смотрите, вот здесь по нижней оси просто размер кратера, а по верхней – количество кратеров, ну то есть количество кратеров данного размера. Точнее не просто данного размера, а количество кратеров данного размера и то ли больше, то ли меньше. И вот у нас просто есть линии вот этих линий, которые лучше там видно. Вот эти линии, они просто отражают, что у нас чем древнее поверхность, тем на ней больше кратера, ну, соответственно, и больших и маленьких разных. Если просто посчитать количество маленьких кратеров поверхности, и количество больших, всех-всех-всех пересчитать, там учитывая, естественно, каким-то образом размер этой площади, да, то можно просто нанести это все на график и получить какую-то линию, которая будет соответствовать какому-то определенному возрасту. И, в принципе, это работает довольно точно и отлично, и хорошо. Но некоторые все-таки породы лунные, которые материковые, они все-таки не так сильно передроблены, и видно, что действительно они состоят или когда-то состояли из больших кристаллов, которые вот между собой так вот скучкованы. И как это все образовалось? Вот тут больше похоже на глаз, но это луна. Вот это красное, это все расплавлено. Это я это имел в виду. То есть это я сам просто рисовал. Считается, ну то есть одна из моделей, как объяснить, как все это образовалось, это в начале своей существования на луне значительная часть луны была расплавлена. Ну никто тут точно не знает, возможно она была расплавлена целиком, тогда то, что я вам сказал в начале, что у луны маленькое ядро, это неправда, потому что в таком случае должно быть большое ядро, и вот. Но скорее всего все-таки было расплавлено не целиком. И вот, собственно, вот расплавленная часть, и в ней вот начинают белые какие-то отдельные кристаллики расти. Эти кристаллики потом всплывают, потом начинают расти новые. Так потихоньку все это начинает расти, расти, и в итоге у нас образуется сверху какая-то такая, ну, своеобразная пеночка из кристаллов, которые, собственно, и слагают вот эти древние лунные материки. Они же, мы же с вами поняли, что они древние самые материки, ну, по сравнению со всей остальной лунной поверхностью. Вот, собственно, это так первая лунная поверхность и образовалась. У нас появились, всплыли кристаллы в этом, это называется океан Магны, да, всплыли в нем кристаллы, застыли, и все осталось так. А потом уже где-то начали образовываться моря. И давайте посмотрим, как начали образовываться моря. Вот давайте посмотрим на море поближе, тут ничего не видно, там все видно. Ну, то есть оно темное, мало кратеров, немножко неоднородное. Моря образуются, большинство морей образовались при извержениях... Алло, так. Большинство морей образовались при извержениях, ну, при вулканизме, так или иначе. Но давайте все-таки сначала тоже разберемся с породами. Вот темные какие-то камешки, это лунные базальты Совершенно такие же, ну ладно, не совершенно такие же, очень похожие на земные базальты, которые в земных океанах То есть такая есть ирония, что когда астрономы смотрели, древние астрономы смотрели на Луну в телескоп Они думали, что вот темные участки, это, наверное, моря, там, наверное, действительно вода и все такое, поэтому они темные Назвали темные участки морями А потом, ну вот с точки зрения геологии, все, в общем, ничего не изменилось, потому что действительно у нас на Земле Дно океана сложено совершенно такими же породами, как и на Луне морское дно, ну на Луне сложены моря Вот еще раз под микроскопом, ну что здесь важно заметить, что вот морские породы, они сильно моложе и они не передроблены То есть вот это все, вот черное между ними, это вулканическое стекло и какие-то отдельные кристаллы И ничего не переломано, уже хорошо И как большинство морей образовалось? Большинство морей образовалось, вот им должна намекать ваша круглая форма Как образовались такие моря? Я говорил, вулканические А? Вулканические Да, ну, откуда, там же, вот тут же нет вулкана в центре Тут нет в центре вулкана Откуда берется, откуда, с чего начинается вулканизм? Дело в том, что, вот, круглые, они, для себя небольшие, чтобы это был один отдельный вулкан, они слишком большие Дело в том, что большинство морей образовались, когда на Луну упал какой-нибудь крупный астероид Вот в том месте, куда он упал, все расплавилось, ну, собственно, получилась лава То есть вулканизма, в смысле, с извержениями не было, был просто вулканизм, в смысле, была лава, которая застывала, вот Извержений не было, да Но некоторые моря образовались как раз по-нормальному, в смысле, по вулканизму в нашем земном смысле Вот даже есть, это с орбиты сфотографировали, гору, она, на Луне очень, на Луне очень, очень мало вязкие лавы, то есть они легко растекаются Буквально, что, вот как можно по Мексиканскому заливу разлить нефть, и она растечется по всему заливу, там даже если капелька Так и на Луне лавы такие, что они растекаются очень легко Поэтому, в общем, даже с орбиты сбоку, если смотреть, ну, на вулкан не похоже, да Но это вулкан И, вот, собственно, да Есть некоторые вулканы, некоторые моря образовались, ну, более привычным нам образом То есть, как на Земле, собственно, океаны образуются У нас на Земле есть срединоокеанические хребты, которые на географии в школе все проходили, надеюсь И из этих срединоокеанических хребтов у нас постоянно происходит извержение, и, собственно, из этого у нас состоит дно океанов Вот здесь, ну, в некоторых морях, видимо, было что-то похожее, хотя с очень-очень большими натяжками похожее Но, тем не менее И давайте немножко обобщать, просто чтобы мы посмотрели, какая, в принципе, история тогда, геологическая история Луны Вот то, что я вам говорил Вот белые, это самые ранние, собственно, породы, которые образовали анартозиты Вот эти материки, кристаллы, которые всплыли в океане магмы И потом, ну, сформировали такую пеночку, корку Это произошло вот почти сразу, когда образовалась Луна 4,5 миллиарда лет назад, где-то тогда же Дальше у нас образовались вот где-то вот, вот видите, вот этот длинный промежуток времени То есть он на самом деле не такой длинный, то есть это здесь полтора миллиарда лет Просто вот эти, 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 три с половиной, вот и тут ноль То есть вот эти три с половиной, они, три миллиарда лет, они, естественно, длились дольше, чем вот эти Но просто здесь что-то происходило, а здесь не особо поэтому ну геологи рисуют в масштабе как каком-то соотносящимся с событиями или там с толщиной пород которые образовались здесь поэтому так то есть вот эти вот и за этот миллиард лет полтора миллиард лет образовались моря а потом уже вот самом конце последние три миллиарда лет то есть по большому счету давно уже ничего там не происходит падают отдельные метеориты вот какое-то небольшое количество морей вот который здесь показано какое-то небольшое количество морей образовалась из-за того что упали какие-то все-таки отдельно один раз упал какой-то крупный астероид еще где-то что-то расплавилось поэтому образовались моря но глобально уже такого планетарного вулканизма как у нас на земле не было и геология не было бы геологии если бы я не говорил о полезных ископаемых вот в этом фильме собственно постер которого я тут привел в этом фильме говорится о клоне который работал на на луне добывал полезные ископаемые какие полезные ископаемые он добывал это старый фильм это даже не не это так вот что он там добывал кто может сказать гелий-3 до гелий-3 на луне это это то есть это это дело не фантастики дело в том что действительно ну не уже сейчас есть проекты что на луне стоит добывать гелий-3 вести его на землю и радоваться зачем радоваться за тем что у нас когда-нибудь я надеюсь или кто-нибудь надеется и физики изобретут термоядерные электростанции но сейчас они уже есть но сейчас они работают так что чтобы чтобы электричество хватило для работы термоядерной станции нужно еще рядом обученную построить но когда-нибудь это все выйдет на тот уровень когда это можно будет использовать так вот и для этого очень подходит топливо именно гелий-3 которого на луне больше и почему ну не гелия 3 больше есть такая штука как солнечный ветер и в этом солнечном ветре у нас да вот в этом солнечном ветре у нас то есть гель 3 это в принципе редкая штука очень редкая вот у нас есть обычный гелий 4 самый вот который обычный гелей которые в шарики надувают. Надувают, естественно, смесь в шарике, но по составу получается, что в этой смеси у нас на 20 тысяч атомов четвертого гелия один атом гелия-3. А не на Луне, точнее, а в солнечном ветре у нас гелия-3 в 10 раз больше. Это очень много и очень круто, и даже настолько, что, возможно, будет удобней не из атмосферы как-нибудь с образом перегонять гелия-3, а проще будет полететь на Луну просто. И почему у нас в солнечном ветре гелия-3 так много? Дело в том, что на Луне есть такая штука, как радиоактивный распад. То есть на Земле у нас есть в недрах много какого-нибудь урана, есть торий, другие радиоактивные изотопы, радиоактивные какие-то вещества. И вот когда вам рассказывали про виды радиоактивного распада, и помните, что там был один из видов распада альфа-распад, который испускает положительно заряженные частицы. Вот эти положительно заряженные частицы, которые отваливаются от ядра при распаде, это не что иное, как частицы гелия-4, а на Земле, соответственно, на Земле в верхней части, где мы живем, весь этот гелий-4, он просто накапливается. То есть он у нас где-нибудь в мантии, у нас какой-нибудь атом урана распался, из него вылетел ядро гелия-4, и это ядро гелия-4 осталось у нас на Земле где-нибудь наверху уже, потому что он поднимается, это же газ. Соответственно, у нас на Земле весь гелий очень сильно разбавлен, в том плане, что гелия-3 там становится еще меньше, его еще сложнее перегнать. А на Луне что? А, да, это первая причина, почему на Земле его мало. А вторая причина, потому что на Земле солнечный ветер еще помимо того, что у нас как бы есть свой источник гелия-4, у нас на Земле еще источник гелия-3, он как бы перекрыт, у нас есть магнитное поле, которое защищает от всего этого солнечного ветра, благодаря чему мы живы, но зато да, зато нет гелия-3, ну мало. И у нас это, кстати, это приводит именно этот процесс, взаимодействие магнитного поля с солнечным ветром приводит к образованию полярных сияний. Единственное, что я фотку вставил полярного сияния на Юпитере, потому что, по-моему, на Юпитере это круче. Да, на Луне что? На Луне вот есть вот этот грунт рыхлый на поверхности, и в этот грунт, собственно, весь солнечный ветер, ветер, он имплантируется, впитывается буквально. И вот, если из такого грунта, если за ним просто ездить и добывать, причем даже, то есть это полезное ископаемое с точки зрения какого-нибудь технолога-инженера, оно прекрасное, потому что, как на земле, там нефть, нужно бурить скважину 5 километров и доставать, вам сейчас расскажут. Какими-то там железо, нужно вырыть карьер огромный, нужно отобрать там руду и все. А здесь очень удобно, здесь в поверхностном слое, тоненьком, равномерно распределен гелий-3. Ну, не очень равномерно, но, то есть, в масштабах, там не знаю, нескольких квадратных километров равномерно. Соответственно, это, ну, то есть, это настолько же просто, как, допустим, не знаю, кукурузу собирать, ну, то есть, это попроще будет, чем карьер вырыть. Другое дело, что это на другой планете. Но все равно это очень удобно, то есть, это настолько возможно, что даже будет, не придется возить вот это вот, вот это все возить на землю, возможно, скорее даже будет проще там на месте перерабатывать руду и вести на землю уже баллоны с газом чистым. Вот. И, да, и, собственно, делать все это собираются в полярных областях, потому что в полярных областях у нас гораздо больше вечных теней, а там, где больше вечных теней, там меньше света. Да, и, то есть, все эти газы, они не нагреваются и не уходят обратно. То есть, солнечный ветер, и он там, у него есть какой-то предел насыщения, после которого у нас солнечный ветер больше впитаться не может, ну, как в губку, больше там, не знаю, литра, ну, в литровую, в губку литровой емкости больше литра воды не всунешь. А туда тоже какое-то, только максимальное количество солнечного ветра можно всунуть, и дальше уже ничего не происходит, новый не набирается. Но при этом, соответственно, здесь вот в полярных областях этот весь триголит, он уже, ну, впитал какое-то значительное количество гелия, но при этом он не может быть случайно нагретым солнцем, чтобы из-за него этот гелий обратно вышел до нашего приезда. Поэтому все это собираются искать именно в полярных областях, где есть кратеры с вечной тенью. Вот. И, да, я, собственно, уже подхожу к концу. Да, нормально, нормально. И в заключение я вам хотел сказать две вещи. Во-первых, ну, вот я вам сейчас рассказал, видимо, о том, как Луна вообще, в принципе, могла образоваться, о том, какая Луна сейчас и зачем она может нам понадобиться. Но вот про зачем, на самом деле, я хотел другую вещь сказать, потому что вот недавно я с друзьями, коллегами где-то между обсуждал, как вообще, зачем нужна наука, и один из них процитировал Ричарда Фейнмана, известного американского физика, и он сказал, что он сказал, что наука и секс — это почти одно и то же. Дело в том, что секс определенно имеет какие-то полезные последствия, для которых он нужен, но делаем мы это совершенно не из-за этого. Вот. На этом я хочу закончить. АПЛОДИСМЕНТЫ